Ситуацию в Курской области некоторые западные эксперты сравнивают с той, что была в мае 2023 и в марте 2024, когда Русский добровольческий корпус и регион свобода России заходили в Белгородскую область с территории Украины. И приходят к выводу, что масштаб нынешней операции ВСУ гораздо значительней. Как бы то ни было, это украинская армейская бригада плюс пара батальонов. Это не российские боевики, повстанцы или вооруженные банды, как россияне описывали вторжение под Белгородом. Это настоящая механизированная бригада, хорошо обученная, опытная, хорошо оснащенная. Судя по этому, что мы видели до сих пор, все гораздо серьезнее. Однако есть и такое мнение, что масштаб украинских сил в Курской области ограничен всего несколькими батальонами с общей численностью до тысячи человек. И что такими силами ВСУ вряд ли удастся надолго удержать занятые территории. У меня не сложилось впечатление, что они собрали достаточно сил, чтобы оставаться в регионе. Если верить сообщениям, а мы все зависим от сообщений, которые поступают в данный момент, и информация, конечно, ненадежная, но все же, если верить тому, что уже сейчас потери составляет 300 человек из тысячи, то нетрудно понять, что поддерживать такую операцию в течение длительного времени невозможно. Что касается военного смысла данной операции, то эксперты видят несколько возможных объяснений, зачем подобное вторжение могло понадобиться украинским военным. Ну, естественно, самое основное, что приходит в голову, это отвлечение внимания и сил российской армии от других направлений. Всем известно, что у российской армии довольно мало резервов и людей не хватает на фронте, поэтому, конечно, любое такое напряжение дополнительное, оно вызывает стресс, вызывает необходимость переброски личного состава, которого и так немного, и где-то, значит, не получится там лучше наступать, скажем, у российской армии. Это для ВСУ действительно полезно. Эксперты сходятся во мнении, что данные операции ВСУ вряд ли окажут существенное влияние на дальнейшее течение войны. Однако ее цели могут лежать не в военной плоскости, а в дипломатической. Зеленский хотел бы, чтобы россияне присутствовали в ноябре на следующей мирной конференции, поскольку, как вы помните, ни россиян, ни китайцев не было на первой. Они надеются, что россияне будут на следующее, что, безусловно, станет началом переговоров. Украинцам имеет смысл поставить Москву перед фактом, если хотите, или, по крайней мере, заложить основу для того, чтобы было что отдавать. Если к этому моменту им удастся удержать несколько десятков квадратных километров российской территории, что, я думаю, не слишком вероятно, то это даст им возможность для торга. При этом наблюдатели допускают, что операция в Курской области не столько преследует практические цели, сколько является демонстрацией возможностей ВСУ и украинской военной разведки. Вероятно, со стороны Киева это просто демонстрация того, что он все еще может перехватить инициативу. У него есть преимущество в виде стратегической внезапности. Задачей военной разведки является проведение внезапных атак, будь то против Черноморского флота с помощью морских беспилотников и воздушных беспилотных летательных аппаратов, будь то против целей глубоко внутри России с помощью боевых беспилотников дальнего радиуса действия или руководства операциями по ту сторону границы с участием российских добровольцев. По мнению экспертов, о причастности военной разведки к операции говорит отсутствие официальных комментариев из Киева в первые дни после событий в Курской области.